Онлайн-марафон «Прием Казанский Федеральный» стартовал с приветственной речи ответственного секретаря приемной комиссии Казанского Федерального Университета Александра Бибика. Он рассказал о новшествах предстоящей кампании и особенностях поступления. По его словам, приемная кампания этого года уникальна тем, что мы находимся на этапе большой цифровизации процесса поступления. Если ранее для подачи документов нужно было очно предоставить бумажное заявление в приемную комиссию, то сейчас этого не требуется. Достаточно подать документы через портал госуслуг либо воспользоваться сайтом ВУЗа. Предоставить документы также можно через почтового оператора. У нас в гостях ответственный секретарь приемной комиссии Александр Анатольевич Бибик. Рад приветствовать вас в нашей студии. Ну и, наверное, сразу передадим так вам слово с места в карьер, что называется. Давайте вам выпадает честь сказать те самые важные слова тем, кто совсем скоро пополнит ряды студентов Казанского федерального университета. Хотелось бы обсудить многие вопросы, которые и в том числе будут сегодня заданы в нашей группе ВКонтакте. То есть сегодня день такой вводный, потом мы, наверное, соберем вопросы и завтра уже будем подробно отвечать и освещать какие-то темы, аспекты, которые будут интересны абитуриентам. Основная дата начала приемной кампании, которая должна быть в голове у каждого абитуриента, это 20 июня. Все приемные кампании, в том числе и приемные кампании Казанского федерального университета стартуют, все университеты распахивают свои двери для абитуриентов. В первый день марафона были приглашены представители пяти институтов и одного факультета. Первым стал Институт фундаментальной медицины и биологии. Заместитель директора по международной деятельности Альбина Валиева и заместитель директора по воспитательной и социальной работе Екатерина Челимова ответили на традиционные, но волнующие абитуриентов и их родителей вопросы. Количество бюджетных мест, территориальное расположение института и порядок поступления. По словам специалистов, в этом году иностранные абитуриенты, подавшие заявление на медицинские направления, не смогут сдавать вступительные экзамены в онлайн-формате, как это было раньше. Сдача экзаменов для них пройдет в установленные дни в стенах КФУ. При этом в высшую школу биологии есть возможность пройти вступительные испытания дистанционно. Вступительное слово. Вам, собственно говоря, расскажите, что из себя представляет Институт фундаментальной медицины и биологии в 2024 году. Какие основные есть образовательные программы? Ну и почему абитуриентам стоит задуматься о выборе именно вашего подразделения? Слово вам. Здравствуйте, уважаемые абитуриенты, родители. Сегодня мы впервые в такой встрече в течение целого часа. Наш институт фундаментальной медицины и биологии состоит из двух высших школ. Это высшая школа биологии и высшая школа медицины. Является одним из крупных институтов КФУ и где-то более 4000 обучающихся. Высшая школа биологии реализует программы магистратуры и бакалавриата по биологии, бета-образованию. Высшая школа медицины реализует программы специалитета. Это лечебное дело, медицинская биохимия, медицинская биофизика, медицинская кибернетика доучивается, фармация и стоматология. А также есть и магистрская программа общественное здоровье и здравоохранение. Кроме Института фундаментальной медицины и биологии, сегодня с абитуриентами встретились представители Елабужского института, юридического факультета, химического института имени Бутлерова, института математики и механики имени Лобачевского, института управления экономики и финансов. Сегодня я смотрел в онлайне часть с представителями институтов. Очень продуктивный день. Коллеги рассказывали очень корректную информацию, предоставляли о институтах. Даже захотелось в какие-то моменты поступить заново. Есть нюансы по поступлению. Конечно, о них, наверное, мы более широко и более глобально разберем вопрос. Последний день, институт фундаментальной медицины следует отметить несколько моментов в части экзаменов по экономическому институту, то есть по Елабужскому нашему институту. Были вопросы, были вопросы по трансляции. Также сегодня скажу, что даже возникла идея открыть наш колл-центр, который мы обычно открываем в преддверии приемной кампании уже сегодня. Потому что вот этот формат сработал, вернее, даже не сработал на увеличение звонков. То есть сегодня был поток, наверное, X4 от обычного дня. Поэтому вот четыре сотрудника, которые обычно этой работой занимаются, сегодня весь день на телефоне, весь день отвечают на вопросы. Напомним, что трансляция онлайн-марафона «Прием Казанский федеральный» проходит в официальном паблике КФУ на платформе социальной сети ВКонтакте. Там же вы можете задать интересующие вопросы авторы самых интересных из них по итогам каждого дня получат подарки. Мерч Казанского федерального университета. Уже завтра в эфир выйдут Набережно-Челнинский институт, Институт физики, Институт психологии и образования и другие. Карина Саяхова, Николай Осуховский, Универ Новости.